В эфире информационная программа события в студии Екатерина Пенько. Здравствуйте! Вечером 27 июня грозовой фронт с ливнем, градом и сильным ветром натворил бед в Брянске и районах области. Падение деревьев, обрыв линий электропередач, повреждение светофоров и сползание грунта. Сообщения о последствиях стихии продолжают поступать. О том, что предпринимают специальные службы, в репортаже Светланы Дробковой. О том, что Брянск ждет непогода, синоптики МЧС предупредили заранее. Ливень и грады обрушились на город еще в субботу. Были повалены деревья, оборваны провода, покорежены дорожные знаки и остановки. Правда, распределилась сила удара неравномерно. Сильнее всего стихия ударила по двум районам Брянска – Бежицкому и Советскому. Зафиксировано больше 50 падений деревьев. Аварийные бригады работают в режиме нон-стоп. Задача максимум – справиться с последствиями в течение суток. В воскресенье разгул стихии продолжился. За сутки в Брянске выпала почти месячная норма осадков – сразу 78 миллиметров. Пострадали несколько автомобилей, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Как рассказал в прямом эфире Соловьев Лайф, глава Брянской городской администрации, сил и средств для устранения последствий областному центру хватает. По городу было неравномерно рассадки распределены. Сильные пороли ветра и сильный газ. Старые горы, Бежицкий район, мест для самолета, картинка повалена, где-то в Советском районе, в Центральном, осадки меньше было. А так количество осадков, я думаю, через одно время наши гидрометрицы отдаст. Спасибо, Александр Николаевич. То есть пока справляетесь? То есть, ну, сможете сами? Не только пока. Не только пока. Мы справимся. Наши силы и средства помогают с этим справиться. Молодец. Больше всего не повезло Навлинскому району. Между селом Пролысово и деревней Алешенко размыло дорогу. Аналогичный случай произошел в Советском районе Брянска. На улице Фокина смыло грунт. Что касается работы светофоров, сетей электроснабжения и чистоты на дорогах, то здесь надо отдать должное скорости, с которой работают аварийные бригады. Больше всего пострадали у нас улица Бежицкая, улица Литейная. Направление в сторону Бордович – это улица Островского, улица Делегатская. В данный момент мы занимаемся устранением повреждения обрыва провода на переулок Каманино, так как дерево упало, порвало все провода. Работы очень много на самом деле, будем стараться в кратчайшей стройке их устранять. Дорожники и энергетики трудятся сплоченно и слаженно в круглосуточном режиме. Напомним, в случае чрезвычайных аварийных ситуаций необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города Брянска по телефону 74-3014 или 112. Информацию об отключении светофоров и восстановлении дорожных знаков можно сообщать в диспетчерскую службу Дорожного управления по телефону 41-28-70. Светлана Дробкова, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. В Брянскую область с двухдневным рабочим визитом прибыл заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Он встретился с губернатором Александром Богомазом. В мероприятии также принял участие начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин. В ходе рабочей встречи особое внимание было уделено вопросам увеличения штатной численности личного состава противопожарной службы региона в связи с планируемым строительством нового пожарного депо в Советском районе Брянска, а также обеспечения подразделений противопожарной службы современной пожарно-спасательной техникой. Стоит отметить, что в 2020 году из областного бюджета выделено более 112 миллионов рублей и закуплено 17 пожарных автоцистерн. Обсуждалось также строительство нового пожарного депо на 6 автомашин в Трубчевске и повышение уровня социальной защищенности личного состава противопожарной службы Брянской области. В минувшее воскресенье вся страна отметила День молодежи. В Брянске в праздник решено было провести товарищеский хоккейный поединок, в котором встретились команды правительства области и студенчества. О дружеских ледовых баталиях расскажет Андрей Мамошин. С одной стороны, неоднократные победители регионального этапа ночной хоккейной лиги 40+, с другой – молодые ребята, многие из которых профессионально занимаются хоккеем. Так что ждать скучной игры не стоило. В связи с коронавирусными ограничениями болельщиков на трибунах не было, и наблюдать за смесью опыта, скорости, борьбы за шайбу смогли только сами хоккеисты и наша съемочная группа. Вбрасывание доверили депутату Государственной Думы Николаю Валуеву. В команде партизан – чиновники областного правительства, во главе с капитаном, губернатором Александром Богомазом. В команде молодежь – студенты, молодые хоккеисты. Но на льду нет ни чинов, ни должностей, поэтому игра честная, без поддавков. Игра прекрасная, команда у нас шикарная, но единственное, конечно, руководство области у нас подкованное. И в хоккее тоже, и пока они ведут. Хорошо, что спорт сейчас становится в Брянске доступным для всех, и все могут прийти, играть и покататься. Самое главное – не цифра на табло и не количество опасных моментов у ворот. При общении молодежи к спорту и здоровому образу жизни. И лучше всего показать это на своем опыте. Так и нужно отвечать, действительно, нужно своим примером показывать молодежи, что нужно заниматься спортом, чтобы всегда быть в форме. Даже в преклонном возрасте. И самое главное – есть где заниматься спортом. По области строятся ледовые дворцы, фоки, стадионы. Спорт и здоровый образ жизни становится доступнее не только в Брянске, но и в районах. В этом году, буквально в течение двух месяцев, мы ведем в строй еще пять ледовых дворцов. И у нас, когда мы их ведем, у нас будет 12 ледовых аренд. Ну, одну выведем в ремонт, ту, которую мы должны в следующей весне, в начале следующего года мы тоже выведем. 12 всего ледовых дворцов будет на территории Брянской области, где работают тренеры, работают с детьми. И мы буквально в этом месяце решили с предложением, что для того, чтобы все наши спортивные объекты, а мы только за прошедшее время ввели 45 спортивных объектов, в этом году вводим еще 25. Чтобы они эффективно использовались, нужно, чтобы поднять статус тренера. Вот у нас всего там более 700 тренеров в Брянской области. Мы ровно в два раза подняли им зарплату и выделили деньги, запустили программу по обеспечению их жильем. Получают квартиру, 10 лет работает молодой тренер, квартира его. Вот это будем делать. Для того, чтобы спорт развивался, чтобы наша молодежь именно занималась спортом. В составе команды «Партизан» вышел эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. Отметил, для него это новый опыт, а возможно и пример для молодых ребят, которые станут на путь здорового образа жизни. В этот день я желаю, чтобы, во-первых, молодежь занималась спортом, конечно, чтобы молодежь как можно больше ценила свои семейные ценности. Потому что понятно, что страна богата людьми. Нам нужно повышать и рождаемость, менять демографическую ситуацию в корне. Ну и в текущие сложные времена пандемии все-таки всем миром противостоять этой напасти. Сегодня официально молодежь – это люди до 35 лет. Однако на льду с клюшкой в руках порой забываешь, сколько тебе стукнуло, и борешься за победу на равных. Наблюдают за игрой спортсмены с опытом, которые, если вышли из разряда молодежи, то максимум на один шаг. День молодежи. И хоть я уже из этого возраста немножко вышел, но тем не менее, будьте активными. И помните всегда, все делайте ровно так, чтобы вам, выходя из этого возраста, никогда не было стыдно за прошедшие годы. Активничайте, добивайтесь целей. Стройте ваше будущее и будущее наших детей. День молодежи должен проходить правильно. Это спортивные игры различные, различные подвижные. Главное – душой не стареть. Можно и в 50 бегать, и в 30-летних обгонять. Поэтому все зависит только от себя. Три периода по 20 минут и красивый счет по итогу игры 11-11. Участникам – памятные медали и кубки, а главное – заряд на будущие победы. Андрей Мамошин, Денис Пашков, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Брянская молодежь провела воскресный день на коньках. 27 июня – в День молодежи. Департамент внутренней политики Брянской области организовал для студентов, волонтеров и работающей молодежи бесплатное катание в Ледобмун-дворце Володарского района. На улице жарко и душно. Другое дело на льду. Пожалуй, именно так. По-спортивному и стоит провести День молодежи. В праздничный день подарок для ребят сделал Департамент внутренней политики области. Покататься можно было абсолютно бесплатно. В такую жару, наверное, только лед и немножечко зимы, вот в такой праздничный для молодежи день. Поэтому это здорово, что сегодня на льду было организовано бесплатное катание для наших студентов, для рабочей молодежи. И целый день желающие сегодня катали здесь на льду. Желающих много, но все с соблюдением санитарных норм. Группы разведены по 35-40 человек, все с прививками от коронавируса. Очень отрадно отметить, что в этот замечательный праздник столько молодежи собралось. А самое главное, что вся эта молодежь, она привитая от коронавируса. 1 февраля 2021 года я вместе со всей своей семьей пошел и сделал первый этап прививки от ковида. И спустя три недели бессимптомно, бестемпературно мы сделали второй этап. Спустя еще три недели абсолютно здоровые, с антителами, 6,5 единиц семи все заработали. Мы спокойно продолжаем жить и не бояться за свое здоровье. На льду работающая молодежь, общественники, студенты, волонтеры. Это важно. Почему? Потому что мы не теряем вот эту связь. Школьники, студенты, работающие молодежь. Даже на таких мероприятиях, которые организованы благодаря Департаменту внутренней политики управления по делу молодежи, мы можем общаться друг между другом и передавать опыт. И вот эта связь между молодежью, не между поколениями, а между молодежью, она только укрепляется. Сегодня спорт, в том числе и ледовые виды, стали ближе к молодежи и в районах области. Ледовые дворцы, фоки, открытые площадки – это политика областного правительства и принципиальная позиция главы региона. Во многом благодаря этому такие праздники проводятся так активно. И просто предъявив студенческий билет, ребятам бесплатно выдадут коньки и предоставят лед. Хочется выразить огромную благодарность нашему губернатору Александру Васильевичу за то, что в наше время строится большое количество спортивных комплексов. Это и закрытого типа, и открытого типа. Молодежь стремится к спорту, это очень важно. И в нынешнее время это действительно сплочает молодежь, и для нас это очень-очень важно. Андрей Мамошин, Денис Пашков, Алексей Рязанцев. События Брянск. В Брянске открыли движение транспорта по кольцу на проспекте Московском. Меньше месяца понадобилось подрядной организации для того, чтобы построить новую кольцевую развязку. Открытие четырехполосного движения позволит существенно разгрузить въезд на Московский проспект со стороны Советского района. Развязка построена по всем современным техническим требованиям. Полотно трассы состоит из нескольких слоев асфальта и бетона. Установлены мачты освещения светодиодными фонарями. Откосы дорожного полотна укреплены георешеткой. На центральной площади Врагнедина завершился ремонт главной улицы. Строительные бригады обновили почти два километра дорожного полотна. До прихода дорожников на этот участок он находился в удручающем состоянии. Сегодня полностью капитально отремонтирован. Уложен новый прочный слой асфальтобетонного покрытия. Нанесена разметка. Установлены дорожные знаки. На все строительные работы было выделено 14 миллионов рублей. Ремонт был выполнен за две недели. Запланированы дорожные работы в этом году и на ряде других объектов. Когда все новое, хорошее, конечно, положительные эмоции. У нас вообще, скажем так, 122 километра дорог в асфальтном исполнении, с которых за последние годы нормативное состояние приведено 50 километров дорог. Это, с одной стороны, может быть и немного, но вдумайтесь. 120 километров, 50, с 16-го года нормативное состояние. Да, есть еще дороги, которые необходимы, необходим там ремонт, это безусловно. Но не все сразу. Но за 4 года привезти практически 40% дорог в районный порядок, это хорошо. 30 декабря 2020 года на территории паркового леса города Клинцы, находящегося около папенника Героям Отечества и стадиона труд, началась подготовка площадки под застройку боксерского клуба. Факт вырубки леса взволновал общественность города, после чего подготовительные работы были приостановлены. Администрация города Клинцы разработала проект решения по сохранению паркового леса, где будут определены границы и учтены интересы клинчан всех поколений. После подготовки и согласования всех документов администрации города будет внесено предложение провести общественное голосование для выбора названия парковой территории. Совместным заявлением к жителям города обратились глава Клинцовской городской администрации Сергей Евтеев и прокурор города Клинцы Денис Бадьин. Проанализировав ситуацию, администрация города запросила дополнительные материалы. Мы исследовали определенные исторические факты, мы исследовали определенные документы и считаем, что данная зона является парковой. И в дальнейшем мы хотели бы сделать из нее особо охраняемую парковую зону местного значения. Соответственно, будут установлены границы этой парковой зоны и при помощи прокуратуры, при их поддержке мы сделаем положение, в котором будет оговорен также статус этой зоны. Одним из принципов этого положения это будет то, что капитальное строительство в этой зоне будет запрещено. Поэтому решение нашей администрации добровольное, решение основано на исторических фактах и в конце концов в этом решении заложено мнение жителей нашего города. С учетом озвученного решения, как будут определены границы, разработаны документы, это позволит впредь использовать данную территорию в строгом соответствии с действующим законодательством. И я считаю, что озвученное решение, оно принято во благо города и будущего поколения. В селе Белогорщ у Неческого района открыли мемориальный комплекс в честь императора Александра I и императрицы Елизаветы Александровны. В сентябре 1825 года монаршие особы проездом были в селе. В сентябре 1825 года, почти 195 лет назад, монаршая Чита Александр I и его супруга Елизавета Александровна проезжали по селу Белогорщ, теперешнего у Неческого района. Член российского военного исторического общества Юрий Деревянко несколько лет работал в архивах, чтобы установить историческую истину об императорских маршрутах. Теперь, опираясь на документы, можно с уверенностью утверждать, что русский император, победивший Наполеона, был в городах и селах Юго-Запада Брянщины. Начиная от города Руслаль в Смоленской области на город Мглин Черниговской губернии, после в Мглине сделали большую остановку, в частности Александр I. Этот комплекс стал фактически сейчас центром духовной жизни этого села и всего Юго-Запада Брянщины. Это центр, который притягивает мирян, это центр, который притягивает людей с православной культурой, и это очень достойный памятник к 195-летию проезда царской династии Романовых через Юго-Запад Брянщины. В честь торжественного открытия прошла литургия. Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир осветил новый мемориал. Глава администрации Унеческого района Анатолий Кусков отметил огромное значение возрождения исторических традиций в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Перед гостями разыграли театральную постановку об императоре Александре I. Вокальные и танцевальные коллективы Унеческого района подготовили к торжеству концертную программу. Наталья Ибудник, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Мельпомены исполняется 95 лет. Мария Павловна Германская хорошо известна брянским театралом. В ее послужном списке более 200 ролей, сыгранных на сцене брянского театродрамы, в котором она служила с 1951 года. В этом доме Мария Павловна жила очень много лет. И это важное событие позволило собрать здесь родных, близких, друзей, коллег, тех, кто действительно несет эту память о этом замечательном представляющей актрисе. Чеховский, Раневская и Аркадина, Горьковская, Васа Железнова, Шилеровская, королева Елизавета в Марии Стюарт, Эмилия, Вателла, Реганов, королей Лири, Катарина в украшении Строптивой, Лариса и Агудалова в разных постановках «Беспреданница», герцогиня Мальбора в стакане воды Анна Каренина. На нее ходили зрители. Это говорит о очень большом. Сейчас, к сожалению, ходят только на звезды, которые снимаются в серверах. А она не снимала в серверах. Более 200 ярких запоминающихся характеров. Ее присутствие всегда украшало актерский ансамбль в спектаклях «Любовь Яровая», «Выбор» и «Ретро», «Эхо брянского леса», «Уходя обернись», «Дачный роман», «Осенний история», «Деревья умирают стоя». Она была прекрасным партнером для коллег и наставником для молодых актеров. Я приехал в этот театр в 1984 году. И первый мой спектакль был «Березовая ветка». И сразу же моим партнером была Мария Павловна Германская. Несмотря на то, что я 11 лет до этого уже проработал в театрах, но это впервые я вышел на сцену с народной артистой. Накидка с мемориальной доски упала под бурные аплодисменты коллег и почитатели таланта Марии Германской. Дом 37 на улице Фокина стал по-настоящему историческим. В планах союза театральных деятелей увековечить имена еще нескольких легендарных артистов. На этом не будем останавливаться, потому что у нас еще есть долги. Долги перед, к сожалению, уже ушедшими людьми, народными артистами РСФСР. Это Валерия Афанасьевич Мацапура и Марина Александровна Гаврилова. Вклад этих актеров в становление Брянского театра драмы значителен и подтвержден временем. А 95-летний юбилей нашей главной сцены – прекрасный повод вспомнить о каждом из них. Александр Новиков, Игорь Винничук. События. Брянск. Натюрморты и пейзажи. А еще глиняные игрушки. Все своими руками выполняет народный мастер из поселка Рогнедина. Уже более 20 лет он занимается любимым делом и так предан творчеству. С чего начинался путь мастера и откуда черпает вдохновение Николай Ешутин, узнавала Мария Селевестрова. Расписные птицы и животные, но и не только. Целые композиции с красно-белым узором выполняет мастер Николай Ешутин. Для своих работ орнамент он также выбрал не случайно. Воссоздает элементы традиционного рогнединского рушника. Часы работы, усидчивость и кропотливый труд. Только на обжиг игрушки уходит почти 10 часов. И вот из маленького кусочка глины рождаются уникальные изделия. Это образ жизни. То есть я уже не могу без этого существовать. Я бы так сказал. Если что-то не сделаешь, уже чувствуешь себя некомфортно. Интересно, тянет все время. Это совсем другой мир, который отвлекает нас от действительности, и уводит куда-то, но недалеко. Интересно просто. После преподавательской работы в школе искусств дома творческий процесс не заканчивается. А занимается изготовлением глиняной игрушки Николай Михайлович уже 8 лет. Для узоров использует самую тонкую кисть. Уникальные игрушки и по своему звучанию полностью отражают образ героя. Но и не только это, а еще пейзажи и натюрморты. На холстах бескрайние луга и полевые цветы. Все то, что с самого детства окружало художника. В небольшой мастерской десятки работ автора. В каждой из них отражение состояния и настроения. То, что на полотне, то и в душе. В этом также признается Николай Яшутин. Природа, она и успокаивает. Она различная бывает по состоянию, по своему, по характеру. Поэтому интересно писать. А натюрморт, это как бы... Можно составить натюрморт, а может он самопроизвольно получается. Например, что-нибудь делаешь, и вдруг на столе что-то появилось. Рассказывает мастер и о технике. Больше работает с мастихином. Инструмент позволяет передать форму мазка. А кисточку использует только, когда пишет цветы. Примечательно во всех работах и цветовая гамма. Во многих присутствуют розовые, фиолетовые и зеленые цвета. Неоднократно работы становились лауреатами различных конкурсов. Но, как признается сам мастер, важнее всего процесс и готовый результат. Мария Сливестрова, Анатолий Щекрыгин. События Рогнедина. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.